Сегодня, дорогие братья и сестры, Господь сподобил нас еще встретить, еще раз встретить Святую Пятидесятницу. В этот день Святой Пятидесятницы Святая Церковь вспоминает сошествие Святаго Духа на Апостолов. И это событие, дорогие братья и сестры, явилось завершающим звеном в открытии миру трех лиц, одного единого Бога. Трех лиц. Отца, сына, который родился, проповедовал, пострадав, воскрес, и таким образом искупил род человеческий. И Духа Святаго, Духа Святаго, который пришел и почил на святых апостолов сегодня, Пятидесятый день после Святаго Своего и Светлого Воскресения. То есть после Пасхи. Сегодня ровно 50 дней от Пасхи. Вот почему этот праздник называется Святая Пятидесятница. Называется он еще и День Святой Троицы. Почему? Потому что, как я сказал, сегодня Дух Святой сошел, и таким образом Троица явилась в полной мере. Отец, Сын и Дух Святой. Лица Троицы это не три Бога, дорогие братья и сестры, но один. Тайность Троицы недоступна и неисчерпаема не только для людей, но и для ангелов. Многие стараются, или пытаются, вернее, лучше сказать, понять, что такое Троица. Я вам уже говорил о примерах из жизни Святаго Блаженного Августина, который был сильным богословом и апологетом 6 века. Он шел вдоль моря и рассуждал о том, как ему написать очередной трактат о Боге, о Святой Пресвятой Троице. И ходил долго, размышлял, размышлял несколько часов. И вдруг он видит маленького мальчика, который играется там на пляже и носит в маленьком, ведется воду из моря и вливает в дырочку, которую он себе сделал. Там ямку носит, и носит, и носит. Он увидел, говорит, что ты делаешь так же долго, но ничего не делаешь, только воду носишь. А он говорит, а я хочу эту всю воду перелить сюда маленькую дырку. Он говорит, а разве это возможно? Смотри, какой океан большой. И он заговорился, и вдруг он отвлекся, повернулся в другую сторону. Опять смотрит на мальчика, а его уже нет, этого мальчика. Мальчик исчез. Он тогда понял, что это был ангел. И он понял, что Господь его в этом плане образумил, что невозможно понять нашим умом человеческим, ограниченным, тайну Пресвятой Троицы. Вот как святые отцы примерно сравнивают Троицу с определенным примером. Вот они говорят Солнце, дающее жизнь всему. В Солнце различимы три вещи. Это солнечный круг, это свет, который исходит от него, рождающийся от него, и тепло, которое исходит от Солнца. Эти три вещи, круг, то есть само Солнце, как существо, да, свет и тепло, едины и имеют одну и ту же световую природу. Подобно и лица Святой Троицы едины и имеют одну общую Божественную природу. И вот сегодня, кстати, мы с вами читали из Евангелия, где Иисус Христос сравнивает воду с Духом Святым. Воду с Духом Святым. Которая разливается и орошает все. Из чрева, как сказано в Писании, потекут реки воды, сие сказал Он о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него, в Бога, то есть, ибо еще не было на них Духа Святаго. Потому что Он, Иисус Христос, еще не был прославлен. Мы читали из Святаго Евангелия. Дух Святой, дорогие братья и сестры, является мир через Христа, Сына Божия, и дает вечную жизнь. И всякому, кто причастен Ему, кто очистил себя и сделался способным вместить Его. Это Дух Святой. Прокодобный Маккар египетский говорит, что когда душа придет в единение и срастворение со Святым Духом, то есть, как бы соединиться, да, тогда она становится вся. Она становится чем? Целой становится. Светом, оком, Духом, радостью, упокоением, любовью, милосердием, благостью и добротой. Как же соединяется благодать с человеком? И опять Святые Отцы проводят такую параллель, пример дают нам. Вот они говорят, вот как взять, подумать тому, как огонь соединяется с железом или углем. Огонь, железо и уголь. Если железо или уголь сами по себе холодные, темные и невзрачные, возьмешь руки, холодные, некрасивые и так дальше, примут на себя естество огня, то есть попробуйте накалить железо или уголь, они становятся совершенно другими, ярко светящимися и излучающими тепло. Подобно этому и сотворенная из праха человеческая природа, сама по себе непричастная Божественного Света, вот когда принимает в себя благодать, и особенно это приходит для человека в таинстве крещения, то она становится совершенно иной, душа человека становится совершенно иной. святой и небесной, богоподобной она становится. Не зря в самом начале Библии написано, что Господь сотворил человека по образу и по подобию своему, но сокрешив, потеряв этот образ Бога, человек стал другим. Но мы призваны к тому, через, вот что, стяжание Духа Святого в первую очередь. Если человек не примет благодать, в этом случае он так и остается холодным, черным, потухшим углем, то есть духовно мертвым. Как же, дорогие братья и сестры, мы видим, что, и всего сказано, что очень важно и нужно приобретать благодать Святого Духа. Как же нам и приобрести эту благодать? Конечно, ответ может быть только один. Через жизнь, по заповедям Христа. К сожалению, мы забываем, хотя мы приходим в церковь, молимся, причащаемся, как будто выглядим и церковными, и духовными людьми. Ну вот, например, человек входит в храм, соблюдает посты, учащается, как я сказал, исповедуется. Все это, конечно, хорошо. Однако, если мы не проводим христианскую жизнь, и не исполняем внимательно заповеди Христа, то благодать не придет в нашу душу, хотя она, может быть, где-то рядышком находится, рядом с нами. Благодаря чему? Благодаря тем трудам, благодаря молитвам, церковным таинствам, в которых мы с вами участвуем. И случай этот является очень частым, потому что мы иногда просто внешне исполняем вот эти наши традиции, дела церковной жизни. И, конечно, иногда мы думаем и считаем, что этого вполне достаточно для нас. А вот такие вещи, как, о чем я упомянул, что внимательно исполнять заповеди Христа, как что здесь перечисляется? хранить чистоту тела и души, быть удобным, не обсуждать ближнего, не празднословить, уметь прощать, уметь легко мириться с ближними, быть щедрыми, несварливыми, нелицемерными. это то, что мы, как бы, делаем почти каждый день, все время, даже можно сказать. И нарушая вот эти заповеди, буквально на каждом шагу, конечно, как уже можем, мы надеяться, принять благодать Божию. Неочищенная душа не может стать сосудом благодати. Помните, есть так выражение Христа Спасителя в Новом Завете, что новое вино не вливают в старые мехи. Почему? Потому что они, во-первых, грязные, дырявые. Ведь не будет же никто вливать драгоценную, какую-нибудь чистейшую жидкость в разбитую, грязную бочку. Вот такая и наша душа, дорогие братья и сестры, бывает очень часто. Разбитая и грязная бочка. Я бы хотел, чтобы мы с вами это очень хорошо запомнили. Надолго, надолго. Что наша душа часто бывает разбитая и грязная бочка. святые и отцы говорят, что как улетают пчелы, когда их окуривают дымом, так и Святой Дух удаляется от той души, которая видит и чувствует смрадный дым страстей наших. каких-то таких, как зависть, неприязнь к ближнему, злопамяя, злоблудные, мысли, гордость, тщеславие и так дальше. И наоборот, они говорят, пчелы пролетают на цветы, где есть нектар, так и Дух Святой, где есть цветы, где есть нектар, так и Дух Святой, приходят все души, где есть благоухание, добрых мыслей и так дальше. Одним словом, все души, которые трудятся и стараются исполнить в своей жизни заповеди Христа. Ну вот, а Святой Серафим, Саровский, который мы с вами так любили знаем, о нем много, многие из нас и ездили туда, в Дивеевскую обитель. Он говорит еще больше, что говорит, стяжи Духа Святаго, и тысячи вокруг тебя спасутся. А что значит, тысячи вокруг тебя спасутся? Если, в другом месте говорится Священное Писание, если ты привел человека от Бога и спас душу, то много, много грехов тебе простится. Простится. Вот почему раньше в древности, вот, и да даже и сейчас, например, протестанты, очень ревностно к этому относятся. Свидетели Яговеи, я все время о ней говорю, тоже очень серьезно к этому относятся. Они ищут, приводят, они верят и считают, что Господь и им простит много грехов и сподобит их Царство Небесное. Через эту апостольскую такую работу. Ведь апостолы делают то же самое. Преклончик обеда, Господу помогу, Господу помогу всем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благословенный еси, Господи молитву, прятежителю просветивый день света солнечный и дождь уяснивый и зарями огненными. Доготу дневную прийти нам сподоби и приближитесь а начаткам ночи. Ночи услыши моление наше и всех людей Твоих и всем нам прости вольные и невольные грехи. Прими наше моление и не спасли множество милости Твоей и щедроты Твоя на достояние Твое отстяни нас святыми ангелами Твоими вооружи нас оружием правды Твоей огради нас истинною Твоею соблюди нас силою Твоей избави нас от всякого обстояния всякого навета сопротиволежащего подальше нам и настоящий день и вечер приходящего ночью совершен свят миром безгрешен безсоблазнем безпочтанием и вся дни жизни нашей молитвами святые Богородицы и всех святых от века Тебе Богу годивших всегда и неприснем на веке и веке подальше с с славы зимой все логи на логи на славы зимой святой с святой богу в хрес миньи хрес логи и логи а хм 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 Их же, в виде огненных язык с небесе, вниз по славе Пресвятого Духа, на святия Свои ученики и апостолы, Христос истинный Бог наш, молитвами причислия Своей Матери, святых славянных, святых апостолов, и всех, святых, помиловать и спасеть нас, Господь, как облаке человека любят. Аминь. 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 Слава Всех День! Слава Всех День!